Меня прям пастор привез туда, к этому храму, где все это происходит в наши дни. Оказывается, история такова. Возле храма росло дерево, его однажды спилили, это дерево. И этот человек, бригадир там этих рабочих, он увидел там знамение, как бы. Видимо, был в особом помазании, не знаю, но. Знамение креста на пеньке прям. Вышел настоятель, он, видимо, тоже был в том же помазании, не знаю, или в мазании, как. И вот он увидел то же самое знамение креста. Ну, вы знаете, я сам родился в Чебоксарах, это Поволжье, среднее Поволжье. И в Заволжье, когда пилили леса, там пилили такие корабельные леса, старинные, и большие пеньки. Это было незабываемое зрелище, детское воспоминание такое. И на самом деле бывали пеньки очень необычной формы. И бывали кольца очень необычной формы, красивые такие. Вы знаете, не ровно, а вот такие, кляксами такими. И вот на том пеньке, на самом деле, кольца очень необычной формы, напоминают кляксу. Если вот ее капельку, допустим, чернил свысока уронить, значит, на чистый лист бумаги. Так вот, но там пофантазировать, можно Карла Марсона фантазировать себе. Я говорю, но там я креста не увидел, допустим. И вот, скорее какую-то розочку такую. Но это все объявили святым древом, построили часовню над этим пеньком. И я заходил в ту часовню, и там, что я увидел, прямо посреди часовни пенек стоит для поклонения. По всему периметру повешены чурки. Прямо чуркистан, а не Украина, слушайте. Этот ствол порезали на чурочки, и все это повесили для поклонения. И люди поклонялись этому всему, а потом в пенек. Местные СМИ пустили такую молву. Там чудеса, говорит. Люди потянулись как бы на огонек. Вот, и наборы, буквально, как вот в старом этом фильме, еще советский, один из первых звуковых этих, День Святого Иоргена, если помните. Значит, интересный фильм такой, когда там волосы святого продают, значит, там слезы святого, там что-то еще. И, так вот, значит, а здесь вот тебе 21 век и то же самое. И эти наборы, коры, веточки, листочки с этого дерева, все, значит, в пакетике, с молитвы святому древу, и все это на продажу. Бывают небольшие наборы, а бывают такие уже ощутимые наборы, такие уже, ну, за более серьезные деньги. И люди покупают и себе, и куму, и свату, и по нескольку наборов, ну, хай буду, знаете, вот пусть лежит, вот пусть вот как бы оно будет. И прошли годы, продажи лишь увеличиваются, в прогрессии, я бы сказал, увеличиваются. Один венецкий журналист, у него все нормально было с математикой, он просто подсчитал, сколько примерно было продано кубометров этого дерева. И выяснилось, что даже это дерево, это целая роща, это целая роща, вот, это не одно дерево, даже было бы супердерево, как вот Джек Стране Чудес, до самого неба, оно бы вот, вот такое было бы дерево. А местный батюшка этот тот самый, тот прохиндей, да, вот настоятель этого храма, он, значит, парировал чем? Он написал статью, даже ссылаясь на Библию, на Евангелие, что вот в руках Иисуса хлеб увеличился и рыбка. А у нас, говорит, то же самое, только с деревом. Вот такое помазание бы, да, лучше бы не на дерево, на что-то другое бы еще. И, значит, мы, говорит, дерево все порезали, порезали, все, утром пришли, опять дерево. Опять порезали, опять дерево. Вот такие чудеса. Да, а, кстати, там, я спрашивал, какие же чудеса происходят вообще? Там, говорит, женщины беременеют, говорит. Это что ж, родится там, Буратино, что ли? Я представляю, даже Папа Карло бы там и тот сказал бы, это ересь. Но сегодняшние христиане готовы верить в это, потому что невежественны. Если бы эти люди бы читали бы Евангелие, если бы они знали бы Слово Божие, если бы священники эти, они не вот таким бизнесом занимались бы, а если бы они читали бы Слово Божие, друзья мои, вот таким вещам не было бы места в церкви. Я убежден, что эти уродливые явления, это не есть церковь. Это есть просто, как вот, допустим, опухоль в теле, это не есть мое тело. Эти явления, это не есть тело Христа. Это есть вот эти метастазы греха в теле Мессии, в теле Христа. Но это не есть христианство. Это то, что выдаваемо за христианство, друзья мои. И я убежден, что сегодня Господь, Он позволит церкви именно получить полное исцеление, воскресение, исцеление. Слава Иисусу. И вот именно Елена, мама Константина, она заложила основу для вот таких вещей в истории церкви. Сегодня это очень большое зло в историческом христианстве. Так, что было в этот период времени? Что происходило из истории Вселенских Соборов? Я приведу, да, успею, такой пример интересный. В 431 году, 431 год нашей эры, запомним его. Это время Третьего Вселенского Собора. Кстати, я пообещал программку компьютерную, но еще также и слайды у меня есть по истории христианства. Мы их не будем смотреть в эти дни. Их много, они рассчитаны на курс больший, чем недельный. И я думаю, что каждый из вас без спешки сможет у себя, как говорится, келейно в православии просмотреть все это на своем келейном компьютере. И вы сможете это все просмотреть, прослушав лекции, и у вас будет еще больше представлений о том, что происходило в те далекие столетия. И там есть очень такие поучительные вещи в этих слайдах и наглядно иллюстрирующие эту историю. Так вот, в 431 году в городе Ефесе, я его уже упоминал сегодня неоднократно, в этом городе Ефесе произошло в 431 году событие, изменившее историческое христианство очень радикально. Это Третий Вселенский Собор, так называемый, летом в июне месяце 431 года. В большинстве учебников по истории христианства на русском языке, к сожалению, не дают правильную оценку этому событию и не дают правдивую информацию, как правило. Вообще на русском языке деяний Вселенских Соборов нет сейчас, к сожалению. Первое и последнее издание было в 1890 каком-то году, и оно было очень маленьким тиражом, только лишь для семинария Академии, и с тех пор больше и не переиздавалось. На английском языке оно есть полное, в полной редакции есть, без цензуры и в полном объеме. Это много томов, но это очень важное издание. Я верю, что переиздание будет на русском языке и без этих цензурных царских вырезок. И это очень сильно повлияет, я убежден, на реформацию православной церкви и на реформацию России. Оно должно быть, это переиздание. Потому что, ознакомившись с историей Вселенских Соборов, многим православным священнослужителям легче реформироваться, измениться сегодня, сейчас. Увидев, что тогда многие вещи происходили совершенно, ну просто не библейские, совершенно лишь под давлением императорской власти. В 431 году, в июне месяце собирался собор, но это был не один собор, если точнее, это было два разных собора, две разных конференции. Об этом не говорится в учебниках, к сожалению, в русских. И было два разных заседания, в двух разных составах. Это представители двух разных школ библейских, богословских школ. Запишем эти две школы богословские, основные тогда в христианстве. Две библейские школы, которые спорили и не соглашались друг с другом. Одна из них, это Александрийская школа богословия, старейшая Александрийская школа богословия. Александрия египетская, африканская, там в этом городе, в Александрии была основана еще в третьем столетии неким пантеном школа, богословская школа. Александрийская школа богословия. Вторая школа, антиохийская школа богословия, город Антиохия. Александрийская и антиохийская школа богословия, они спорили по многим пунктам. Александрийцы, они стояли не на библейских позициях. Александрийцы, они Писание толковали аллегорично. Да, есть понятие, как многоликое Тора. Есть разные формы толкования Писания. Но, увлекаясь разными формами толкования Писания, мы должны не забывать первое, самое основное значение этого слова. Не терять его из вида. Возможно, разные аллегории, разное объяснение слова, шифры библейские возможны, но все это не должно заслонять первое значение слова Божьего, Библии, то, что Бог сказал непосредственно. Александрийцы, к сожалению, отказывались буквально понимать слово Божье, увлекаясь именно аллегориями, красивыми сравнениями, шифрами библейскими и прочее, прочее, прочее. В конце концов, Александрийцы ставили свой личный опыт выше опыта откровения Библии. Это было главной стратегической ошибкой Александрийской школы. Свой личный опыт они поставили выше опыта откровения Писания. То есть, многие откровения лидеров Александрийской школы считался, ну, Богу вдохновенным опытом. Но, друзья мои, антиохийцы противопоставляли всему этому другой подход. Что любой опыт откровения человеческого, личный опыт твой, должен был быть проверяем опытом откровения Библии. И если твой личный опыт, он противоречит опыту откровения Слова Божьего, то твой личный опыт, он ошибочный опыт. И тогда нужно покаяться и измениться. Позиция антиохийской школы – это позиция евангельская, позиция библейского богословия. Христоцентричность – это кредо антиохийской школы. Александрийская школа была готова увлекаться философией, античной философией. И порой цитировали александрийцы того же самого Платона чаще, чем Евангелие Иисуса Христа. То есть, увлечение, крайнее увлечение философией и собственным личным откровением, опытом. К чему привело впоследствии александрийцев увлечение этим опытом? К тому, что большинство лжеучений как раз вышло именно из стен этой школы. Так вот, почему я ваше внимание… Я не буду обо всех соборах рассказывать, хотя история каждого из них, она уникальна. И есть о чем поговорить нам. Но я буду краток, потому что у нас времени не так много. Так вот, 431 год, чем он уникален? Что впервые в истории христианства, я не буду сейчас говорить о нестарианстве, о других этих очень интересных вопросах вероучений, которые там обсуждались. Но самый главный вопрос, на мой взгляд, даже не споры богословские о некоторых других вещах, а именно вопрос о многобожии. Главный вопрос, который был поставлен, по сути, это был вопрос о многобожии. Да или нет? Быть ему или не быть в христианстве? До, проще еще объясню, до 431 года в христианстве не было других молитв, кроме как Господу. До 431 года в христианских церквях не было практик молитв кому-то еще, кроме Господа. Ни ангелам, ни умершим людям, никому. И это было, как бы, само собой разумеющимся для христиан. Но что-то изменилось с 431 года. Что именно? Вот записочка была, и там был вопрос о Богородице, о Матери Иисуса Христа, да? Ее называют сегодня чаще всего Богородица, ну, в традиционной церкви. Царица Небесная, Богородица. Я так уже ее не называю давно, потому что я покаялся в этом и от этого уже отрекся. И для меня Мария, Матерь моего Господа Иисуса Христа, но она не является Богородицей. То есть, она не дала начала Божеству Иисуса. Она, как земная женщина, дала начало человечеству Иисуса, но не Божеству Иисуса. И для нее самой, как и для других всех женщин и мужчин, Иисус Христос является Спасителем. И, друзья мои, конечно же, уникальна ее роль и в чем-то завидна ее роль, да? И недаром она сама сказала, Духом Святым, да? Через нее было сказано, что отныне будут называть меня всчастливы все поколения людей. Это так оно и есть. Она, ну, до 30 лет Иисус был возле нее. И это было удивительно, да? На самом деле, она и пеленала его, все, он там писался, какался, все, значит, ну, это... Как бы все первые годы это все было возле нее. И знаете что, друзья? Я думаю, ей уверовать было сложнее многих очень других людей. Но, друзья мои, она дала начало человечеству Иисуса. Но Евангелие, да, она начинается с такими словами. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И написано, что все через Него начало быть. То есть, и сама Я Мария, и все остальные люди через Него начали быть. Он есть от века сущий, как Он сказал нам, да? Прежде чем был Авраам, Он утверждал, я уже был, уже все. Окончательно. То есть, точки над И были расставлены. Почему вопрос о Богородице был поднят? Дело в том, что в Древнем мире, греко-римском и до того, в Древнем мире, культ Богородицы был одним из главнейших культов. Со времен еще Вавилонского столпотворения культ Богородицы, Царицы Небесной очень сильно распространялся. Об этом есть отдельные исследования многих авторов. И вот у меня также есть некоторые исследования по этому вопросу. Я издавал даже сборник такой, он назывался «Культ Богородицы», где более подробно об этом я рассказывал. И есть статьи, я с удовольствием поделюсь с вами тоже этими статьями. И на сайтах есть информация об этом тоже, распространяемая сегодня. Так вот, вкратце скажу так, что если бы во времена Иисуса, вот вы вышли бы на улицы городов и спрашивали бы, кто такая Богородица, кто такая Царица Небесная, то вам давали бы разные ответы, десятки разных ответов вы услышали бы. Если, допустим, древние китайцы вам встретились бы, они сказали бы, о, это Шингму. И они поклонялись ей. И девушка, и матерь, и осталась девушкой. И, значит, когда первые в Китае были католические эти миссионеры, они удивились, увидев в храмах изображение Шингму. Они подумали, о, это Мадонна с Иисусом, но откуда она в Китае? Родилась даже легенда такая, одно время она была очень популярна, что якобы Мария побывала в Китае. Но потом, уже в 19 столетии, это предположение, это предание было просто аннулировано, потому что эти изображения, выдаваемые за ранние христианские, оказалось, были сделаны еще аж за тысячу лет до Рождества Иисуса Христа, когда никакой Марии не было в помине. Дальше, в Скандинавии называли ее Дизой, Этруски называли ее Вирга Патитура, Ебтяне Изида. В самом Эфесе, я думаю, недаром, именно в Эфесе вопрос этот обсуждался, Богородицу называли каким образом? Артемида Ефесская. Артемида, она же почиталась очень широко. И, друзья мои, кстати, один из служителей того времени, кстати, Эфесский, да, Эфесский митрополит, он даже сказал такие слова тогда, что, Феодосий Эфесский, он сказал такие слова, что древние наши праотцы, как бы, отцы, которые поклонялись Артемиде Ефесской, они, как бы, предугадывали настоящую Богородицу, уже Марию. Они, как бы, предчувствовали, предугадывали. И потому, как бы, он там, значит, что это ему пророчески, что именно вот в Эфессе, который почитал как Артемиду ее, теперь ее как Марию будут называть ее. И теперь ее будут называть как Богородицу Марию. Кстати, в русской синодальной Библии очень интересно, там, как шутят некоторые студенты, синодальный сильно дальний перевод. Очень сильно дальний синодальный. И дело в том, что кроме ошибок неизбежных в любом переводе, просто неизбежных, есть ошибки чисто динаминационные, умышленные, грубые ошибки, скорее не ошибки даже, а порчи текста. Это касается Богородицы в частности. Допустим, в Новом Завете, где говорится о Марии, слово «Матерь», «Ей», «Она» с большую букву. Обращали внимание? В оригинальных текстах не выделялись слова. Выделялись лишь отдельные слова, которые имели отношение лишь к Божеству. Другие слова не выделялись никак. Это, во-первых, и из-за того, что стали выделять ее слова в отношении к ней, для русского читателя сегодня полная неразбериха порой. Дальше, в Старом Завете, помните историю с Ильей, да? И жрецами Валовыми, и жрецами, написано, дубравными. Какие дубравы? В оригинале нет никаких дубрав даже близко. На нюх нет рядом даже дубрав. И многих других текстов никаких дубрав по мини нет. Там стоит слово «Богородица» или «Ашера», или «Аштаров», или «Астарта», или что-то еще. Но нет слова «дубрава». Почему переводчики ухватили за слово «дубрава»? Потому что это более безобидно для русского читателя. Но если он прочитает буквально, что это были пророки Богородицы, они, читатели, засомневаются и проведут параллель. Но ведь и у нас есть Богородица. Что это совпадение? Или это провокация? Или что это такое вообще? Да, друзья, Мария никакая не Богородица, никакая не Царица Небесная. Она наша сестра с вами. Она сестра по вере в Иисуса Христа. Благостовенная среди всех сестер, конечно. Но сестра. И если бы ее сейчас воскресить, и дать ей микрофон, и дать возможность выступить в храмах, в соборе парижской, Бога Матери, в других соборах, каких-то там больших соборах, малых церквях. И о чем бы она говорила, друзья мои? Я убежден тоже, что она говорила и пока была здесь на земле. То, что Он скажет вам, Его слушайте. Иисуса Христа слушайте. Я раба Господня. Не владычица неба и земли, не царица небесная. Раба Господня. Каково? Раба Господня. Это сильно сказано. То есть, она повинуется полностью. Даже переступая через унижение, через опасность смерти, она сказала, да, Господу, да, Богу. Даже сейчас, если какой бы верующий ни был человек, любой засомневается. Представьте, а каково было Иосифу, да? Когда его невеста говорит, знаешь, я беременна. Ангел пришел и сказал, да, какой бы муж верующий ни был бы, но, я думаю, засомневался бы, как минимум. Вот, и, вот, и, другой бы сразу за нож схватился бы там. Но, значит, он, даже он, какой-никакой он хотел отпустить, он тайком, что, ладно, дорогая, уходи, значит, ну, просто, значит, я же нормальный верующий еврей, значит, ну, каково? И пока ему ангел не пришел, не сообщил, обо всем по порядку, у него были сомнения, по всей видимости, очень большие. И вот, знаете, друзья, значит, вернемся к тому собору, что происходило. 22 июня, легко запомнить, да? Без всякого объявления войны, 22 июня, опять, 431 года, жарким летом, рано утром, кстати, буквально, начали заседания собора, открытие собора первого, третьего, можно так сказать, Вселенского собора. это были александрийцы. Они приехали раньше и начали свои заседания. 26 июня в том же самом городе Эфесе, в другой части города, в другом зале, в другом составе начали, началось заседание другой, другой собор, второй, третий Вселенский собор. Его начали антиохийцы. Дело в том, что когда антиохийцы приехали, александрийцы сказали, следующее примерно, во главе с Кириллом Александрийским, архиепископом, что мы уже позаседали, проголосовали, решили, ваше дело только лишь подписать и как бы все. И по домам, да, съедим все бутерброды, значит, и по домам. И что произошло? Антиохийцы во главе с патриархом Иоанном антиохийским, кстати, лидеры тогда были, да, вот, очень известные, в Александрии был Кирилл, патриарх, архиепископ Александрийский, во главе школы антиохийской был патриарх Иоанн. Иоанн антиохийский, очень известный человек, ярко выраженный библейский богослов. Иоанн не подписал, и он заявил, что мы собираем свое независимое собрание сейчас, свой собор начинаем, и так как Александрийцы отказались участвовать в этом всем, а заявили, что мы уже что решили, то решили, и остаемся при своем мнении, а они назвали Марию Богородицей, и впервые в истории христианства заявили, что ей даже можно молиться. Никогда до того в истории церкви никто не утверждал, что можно молиться кому-то еще, кроме Господа. И вдруг вот такая оказия. И вот антиохийцы заседали отдельно 26 июня. Об этом соборе сегодня не вспоминают православные и католические теологи, историки. Придали забвению этот собор, потому что весь собор был репрессирован. Участники этого собора были властями впоследствии репрессированы. Большинство из них скончалось в Африке в оазисе Нибис на каменоломнях как простые рабы. Почему власти обеспокоились этим собором? Потому что тот собор 26 июня в главе с патриархом Иоанном заявили на соборе, что недопустимо молиться кому-то еще, кроме Господа. Что ни под каким видом, никому, ни ангелам, ни умершим людям недопустимо молиться, кроме Господа. И было это выражено очень категорично, я бы сказал даже очень категорично, потому что один из участников этого собора Протос Синкел и представитель патриарха Константинопольского и также государственное лицо, с другой стороны, священник по имени Анастасий заявил даже что вот эти следующие местописания, что если даже ангел с неба другое благовестие принесет, то будет анафема, а то есть это другое благовестие и люди отлучаются тогда. И он заявил, что христианам недопустимо молиться кому-то еще, кроме Господа. И еще было заявлено, что Мария не является и не могла являться Богородицей на том основании, что она не дала начало Божеству Иисуса, а лишь человечеству Иисуса. Так вот, у нас есть минуты, может, давайте десять. Я хочу просто это дорассказать. К сожалению, на русском языке о соборе 26 июня я еще не встречал информации, к сожалению. Лишь коственные упоминания есть у того же Постного, поэтому он стал моим любимым автором из русских, потому что он посмел впервые и всех историков православных об этом соборе упомянуть. До него, если и знали об этом соборе, то боялись упоминать даже об этом соборе, потому что он считался лже-собором и собором репрессированным. Это как один из съездов партии при Сталине, который был в полном составе, какой там, по счету, не помню, который был репрессирован, расстрельный съезд. И вот, знаете, друзья мои, что происходило? Произошло следующее. Решение двух этих соборов, они, решения эти, они легли на стол к императору. Тогда Феодосии II было уже, да. Императором человек такой далекий от религии, в общем-то, и слабый политик, но, по крайней мере, его придворные были очень сильно заинтересованы как раз именно в том, чтобы христианство смешалось с язычеством, национальным язычеством, греческим, римским язычеством, и зависело от императора, представляете себе, друзья мои, какой же догмат будет принят, какое решение собора будет провозглашено, провозглашено. Это ужасная ситуация, конечно, одна из самых таких, ну, тошнотворных, я бы сказал, таких ситуаций в истории христианства, противнейших ситуаций. Какие не были бы там императоры, там даже самые там какие важные, никто не вправе кромсать вот так по живому телу Иисуса и Библию. И что произошло? Император провозгласил, что собор 22-го июня прав. На чем основывались отцы Александрийцы в своих решениях? Я уже назвал одного из них, это митрополит Эфесский Феодосий, он говорил о предчувствии, предугадывании древними отцами и язычниками вот культа настоящей Богородицы. Это главнейший был аргумент. Другие аргументы были с самой Александрии, то есть с Африки. Какие были эти аргументы? Звучит очень глупо даже сейчас. Мне снился сон, допустим, мне виделось видение, кому-то являлась Мария, просто Мария, кому-то виделся сон, то есть вот такой сериал мексиканский, знаете, а не церковь Иисуса Христа. И такая мыльная опера, я бы сказал, а не собор. Потому что все строилось на таких вот душевных, бесовских именно вещах, бессовестных вещах. И я дорожу опытом откровения, я дорожу тем, что Бог открывает другим верующим, другим братьям, сестрам, но при всем уважении к своему опыту, к опыту других братьев, сестер, ничей из наших опытов не может перечеркнуть опыт откровения самого Писания. Бог не будет говорить сегодня одно, завтра другое, как в том старом писяческом анекдоте, когда встает там пророк и говорит, как вот там Авраам выводил народ еврейский из Египта, а потом говорит, нет, Господь извиняется, как Моисей выводил народ еврейский из Египта, вот, но, вы знаете, у Бога не склероз, у Бога нет такой амнезии религиозной, знаете, сегодня одно, завтра другое, потом простите, как вот, теория такая замещения, она возникла как раз в этот период времени, теория замещения, она очень была выгодная такая политическая теория, что вот Бог раньше любил евреев, люблю, 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 все, а потом говорит, нет, все, извините, как говорится, развод, идите в форточку, все, и полюбил другую, церковь православную, вот, и, и, что получается, что, если он изменил однажды, то где гарантия, что он не изменит и в этот раз, нет никаких гарантий, наоборот, большей вероятностью, скажу так, что развод возможен во второй раз, любой психолог скажет, что если был развод первый раз, да, и потом сошлись вот на таких вот основаниях люди, ну, процентов 90, это будет развод в следующий раз уже, или же даже если они будут жить вместе, но все равно будет разрыв, потому что есть раны, которые не излечиваются, беспокаяние, бесполезные такие вещи пытаются строить, не излечив эту рану, и, знаете, друзья мои, если Господь, он был предателем однажды, он, где гарантия, что он завтра не скажет мне, Сережа, извини, но между нами все кончено вообще, и вообще ты меня не так понял, и вообще, значит, я не то имел в виду, и вообще, значит, ты, все, мне теперь все равно, где ты, что ты, я знаю, что даже если возле свиного корыта окажусь, Бог не откажется от меня, я знаю, что даже если, какие бы ситуации не были бы, друзья мои, человек не верен, но Бог остается верным своим обетованием, в любой ситуации, если есть верное лицо, да, вот если мы работаем с семьей, да, консультируем семью, если хотя бы одна сторона готова держаться и сражаться за брак, есть гарантия восстановления, большая вероятность восстановления семьи, большая вероятность, даже если другой вообще рукой машет, но если обе стороны не как, как лебедь, рак и щука, да, в разные стороны, вся семья расползается, то где, на чем мы можем созидать вообще, это почти, ну, без, ну, проигрышный вариант, общаться с такой семьей фактически, нужно кого-то заинтересовать хотя бы, но в нашей семье, наш небесный отец, он всегда за нас, и это есть гарантия восстановления семьи, и вы знаете, для меня, как для нееврея по крови, пример именно его, непрекращающейся и верной любви к своему народу еврейскому, моим старшим братьям и сестрам получается, да, для меня этот пример, он утешителен, потому что если он не отрекся от них, он не отречется от меня, и я знаю, что я прирос туда, куда надо, в таком случае, я там, где нужно, и другому Богу я бы не доверил свою жизнь, которая сегодня одно-одно, завтра другое, потом пятое-десятое, и непонятно что, но есть, я Богу благодарен за его верность, за его именно, вот такое, особое, вот такое, отцовское такое понимание, знаете, вот, он не отказывается от своего слова, не бросает свое слово просто так, чтобы оно, вот, просто исчезло, оно возвращается, ничем не возвращается, оно возвращается, исполняя то, ради чего оно было послано, слава Иисусу Христу, друзья мои. И здесь вот, по поводу отрыва церкви от еврейских корней, и обвинения евреев в распятии Иисуса Христа, я расскажу завтра об истории антисемитизма в церкви, я думаю, это очень важная тема для сегодняшних христиан, но это трагедия, это величайшая трагедия, знаете, есть много народов на этой земле, много всяких народов, и у каждого народа есть свои плюсы и минусы определенные, но чем отличается еврейский народ, вот так, ну, в общем, если брать, у каждого народа есть свои призвания, какие-то определенные, но, вот у меня, у меня своих шестеро детей, у меня три мальчика, три девочки, это вроде и много, вроде и немного, но, ну, для меня достаточно сейчас, вот шестеро детей, это хорошо, думаю, и вам того же, да, неверующие, как мои соболезнования, верующие, слава Богу, и вы знаете, друзья, значит, и вот, дети, они рождались, и, вот, я, правда, до конца понял, что я все-таки уже отец, только с третьим ребенком, честно говоря, первых два, это были, как вроде как, и не дети, ну, дети, но, я не понял до конца, что я отец, когда первый родился ребенок, то я, вообще-то, даже не сообразил, что такое вообще, вроде отец, но до меня как-то туго доходило все это, не знаю почему, вот, но, когда уже третий родился, я уже, ну, понял, да, вот, я уже отец, четвертый уже, да, я чувствовал себя уже, ну, да, что это уже ответственно очень сильно, пятый, я уже, ну, был уже, как большой отец, вот, когда родился шестой, я почувствовал сладость, вкус, я понял, что это вообще, это настолько сладко, это настолько здорово, и, и вы знаете, значит, и я понимаю такую вещь, что нельзя переставить, никак это по-другому уже, перетасовать, чтобы этот родился первым, а тот последним родился, Израиль первенец у Бога, и это не повод завидовать Израилю, это, вы знаете, если бы младшие завидовали бы старшим, ну, позвольте, старшим больше достается всегда, их опыт старших детей, он отличен от опыта младших детей, но это в любой семье, думаю, так, я думаю, в любой семье, я читаю в Библии, я тоже самое нахожу, опыт младших детей, и опыт старших детей, различный опыт, но, каждый по-своему благостовенный, там, Иосифу, там, и одежда нарядная, там, и все другое отношение, да, к старшим не такие были отношения, Якова, да, ну, вот, и, вы знаете, друзья мои, скажу так, что, Израилю, наверное, больше всех досталось вообще в истории, потому что первенцу, ну, как бы, и первые, медаль, как бы, значит, да, но и первые, значит, наказание, спрос, больше всего, значит, именно с первенцев, со старших детей, больше всего спрос, и, знаете, друзья мои, я знаю, что, любой народ, именно во Христе Иисусе, может раскрыть свои положительные качества, но, для меня, допустим, еще, вот важный вопрос такой, что если он, Иисус, родился в своем народе, и если о нем было сказано, тогда еще, когда нам было совсем еще лялька, да, казалось бы, и сказано уже было, что он есть свет просвещения всех народов, и слава народу своего Израиля, то это правда, это на самом деле так оно и есть, он есть свет для всех народов, но есть и вторая сторона этой медали, раз он свет для всех народов, а где же, а что же его народ, и написано, и слава народу своего Израиля, и в нем именно в Иисусе воспринял Израиля, отрока своего Бога, именно в Иисусе Христе, отец воспринял своего сына, то есть еврейский свой народ, он в Иисусе воспринял, как ни в коем другом, именно в Иисусе Христе, друзья мои, и даже ради этого, ради благодарности, за его еврейскую кровь, за то, что он пролил ее на Голгофе, за всех нас, друзья мои, чтобы все евреи будут плевать в мою сторону, я скажу, что все равно это мой народ, потому что его кровь была пролита за меня, также за меня, я в Израиле один раз только побывал, и это было незабываемо, конечно, и однажды я проходил, и один ортодоксальный такой, дедушка такой, раввин, в шляпе там все, он прошел мимо, а потом обернулся злобно и плюнул в мою сторону, я был в рясе с крестом, я потом понял, что для него это было как бы, ну, как нечистота, что я прошел возле него, значит, оказывается, ну, я не знал, что нельзя было проходить мимо раввина, вот так вот, прямо в рясе, так вот с крестом на груди, но, понимаете, когда я все это увидел, ну, вначале думал, надо же, кошмар, думаю, дедушка плюется, ну, как-то несерьезно как-то, вот, значит, а потом, с другой стороны, я понял, в принципе, это тот минимум, что я заслужил, по идее, потому что я не просто сам по себе, вот такой Сергей Жулев нарисовался там в Израиле, а я был в рясе с крестом на груди, то есть представитель какой-то динаминации, сока крови мы пролили священники православной, еврейской крови, плевок это то, что минимум, который моя динаминация заслуживает, и то, что мой адрес был, но, я проверил свое сердце тогда, я любил того старика, я боялся его оскорбить религиозно, но, если бы это его не оскорбило, я просто обнял бы его, значит, ну, как дедушку, не знаю, как вот, ну, родного человека, хотя он мне не родной по крови, но родной, потому что, я знаю, что Бог, для него, для Бога моего, этот человек, он родной, этот человек, он ценный, для него все люди ценные, но есть его народ, знаете, друзья мои, как вот, много детей в этом мире, да, но если поставь миллион детей разных, возрастов, И среди них поставь твоих детей. Ты же сразу различишь своих детей, да? Сразу вот это, ну да, ты всех любишь, но есть твои дети. Да, друзья мои, и по поводу не поливающий, не наслаждающий, а все Бог взращивающий, да? На самом деле это замечательные слова из Писания, что мы трудимся, поливаем, ну можно так истолковать, допустим, мы поливаем, мы сеем, мы трудимся, но по сути ничто не вырастет, если Бог на то не благоставит. Ничто, потому что жизнь дает сам Бог. Мы можем, допустим, тысячу проповедей говорить грешнику, но если Бог не пригреет его своей благодатью, на самом деле, не даст эту жизнь, то ты сам не родишь. Не от хотения плоти написано, но от Бога родились. А кто такой дьякон? Дьякон слуга буквально. Это слово означает буквально слуга или служащий, служитель, служитель, так вот, дьякон. Почему Ленин называл колхозников крестьянами, если я правильно понял? Надо и Ленина спросить, почему он так называл. Ну, про Ленина я расскажу еще в пятницу, кстати, если успеем. Да, но он был неправ. Дай Бог, конечно, там кому-то было откровение, не помню, что он вроде покаялся перед смертью. Ну, дай Бог, конечно. Может, там Володю Ульяновым встретим где-то на небесах. Он скажет, товарищи, как я же заблуждался. Так, некоторые историки считают императора Константина человеком с положительными мотивами для церкви. Он делал все возможное, чтобы церковь была едина. Есть источники, что он был истинным христианином и заботился о церкви. Как вы думаете, изначальная мотивация Константина была положительной? Я думаю, что об этом только Бог знает до конца. Какой был ему мотив изначальный? То, с чего он начинал, вполне могло быть именно и благородным мотивом. Потому что заботился, на самом деле, о единомыслии епископов, чтобы не было между ними споров, скандалов, дрязг всевозможных. Но, с другой стороны, он сам же и разжигал эти споры. Значит, ну, как бы вот здесь, чем? Подкупом, обманом действуя. То есть, это, ну, довольно трудно судить. Но изначально вполне возможно, что он опирался на христиан вполне, ну, как вот, ну, понимая, что это очень большая сила. Смотрите, ведь он, Константин, идя к власти, ну, кроме него были другие кандидаты, в принципе. На что он мог опираться? На старую римскую элиту? Неа. Они его не ставили вообще никак. Если бы он опирался на Сенат, он проиграл бы. На кого еще опираться? Землевладельцы? Никому не нужен был в провинции. На армию? Армия была расколота. Часть легионов были за него, другие были против. То есть, на кого он мог опираться вообще-то? Была единственная сила, на которую никто не опирался вообще. И она была реальной силой. Были не мертвые души, а реальные души. В Риме, чтобы собрать большое шоу, много ума не надо было. Брось клич хлеба и зрелищ, соберешь толпу, накормишь ее, сделаешь представление пару, они будут тебя на руках носить. А завтра будут плевать в твою сторону, если ты не будешь это шоу поддерживать постоянно. Это такой разорительный был бизнес, политика, что, в принципе, Константин не потянул бы этого. Даже близко. Два-три дня этого шоу, и он бы разорился, и все. На что он мог рассчитывать? Реальная сила, которая была в то время, на которую он мог бы рассчитывать, были христиане. Кстати, Ленин сыграл очень сильно, так же, как Константин в свое время. Ленин пришел к власти, ну, есть разные, конечно, гипотезы, мнения, десятки разных, как же он пришел к власти. Но одной из таких, ну, немаловажных статей, что помогло ему в этом продвижении, было то, что он заступился за христиан, гонимых в России, тогда евангельских христиан. Кстати, первое поздравление, номер один, телеграмма, поздравительная Совнаркому и личное товарищу Ленину, было подписано тем, евангельскими христианами России. Первое поздравление, не кем-то еще. Почему? Если кто почитает, допустим, его старые работы, к деревенской бедноте, его другие статьи, там он часто пишет, что гонимые христиане России, гонимые сектанты, гонимые что-то еще. И он, об этом есть десятки свидетельств, Проханова, других братьев, страдавших тогда за веру, что в личных общениях он обещался именно заступаться за евангельских христиан. Обещался, что придя к власти, мы сделаем равными религии, дадим свободу совести. Именно это сыграло очень большую роль. Кстати, большевизм не прошел бы, если бы не евангельское христианство. Я вам честно говорю. Вот есть такой факт, малоизвестный, в советское время он был непопулярный факт. Его не афишировали даже, хотя знали. Когда РСДРП, П, Б, Б и М, большевики и меньшевики. Вот горстка, о которой вчера было заявлено, горстка этих большевиков именно. У них не было шансов. Все типографии, полиция, жандармы закрыли. Печататься невозможно, выйти к народу никак нельзя. Ячейки развалились, порестовали. То есть, все перекрыли. И тогда Бонш Бруевич, соратник Ленина, ему именно вот этот совет поручил работать именно с религиозными организациями, подпольными такими, евангельскими христианами, гонимыми. И именно благодаря евангельским христианам газета «Искра» вновь заработала, вновь была распространяема. И Ленин специально записал несколько статей в защиту евангельских верующих. Тоже это немаловажно. Был ли Ленин христианином искренним в этом отношении? Нет, ни в коем разе. Он подчеркивал, что это атеизм, что его позиция – это атеистическая позиция. Но даже его атеизм был более приглядным для евангельских христиан тогда, чем вот такой православный монархизм Николая II, который душил всякую свободу в России тогда. Но я об этом расскажу в пятницу уже. Кстати, на конференции я рассказывал кое-что тоже о гонениях, что происходили в царское время. Эти факты, они сейчас как бы так вот не вывешиваются, их стараются забыть священники. Но я скажу так, что их должно открыть сегодня, чтобы помочь самим же православным священнослужителям сегодня выпутаться из этих вот пут. Хорошо, друзья мои, будем завершать сегодня. Жалко, конечно, что мало времени столько, но у нас еще будут 4 дня, да, получается? Да, и еще у меня есть на дисках, правда, к сожалению, DVD не доехали. Я-то сам долетел, а чемодан не долетел. Может быть, завтра вернется. Я не знаю, говорят, может, в Париже будет уже мой чемодан, не знаю. Его, может, там уже компетентные товарищи переворачивают. Но я взял много полного чемодана, DVD всяких дисков, значит, как раз вот именно по истории христианства. И вот эти вот материалы, значит, но у меня есть аудиоматериалы по истории христианства и слайды компьютерные, и еще кое-что по истории церкви. Это можно будет распространять и реализовывать, распространять. Вот, и самое основное, прошу ваших молитв о том, чтобы сегодня в России Бог поднял делателей именно реформации православной церкви. Вопрос этот сейчас, он и политический, и религиозный одновременно, и он очень важный сейчас, вопрос всех вопросов. Сегодня жизненно важный вопрос даже, слава, для России. И не только для России. Ведь сегодня православная церковь, она может быть даже угрозой не только для России самой и опасностью для демократии и свободы здесь в России, но и для мира. Вот, когда комиссия по 11 сентября при конгрессе США заседала, они заседали не один год, были арестованы счета Бен Ладена, там других террористов известных, и прослеживались пути финансирования Аль-Каиды и других исламских таких террористических организаций, то нашли финансовый след очень большой в России. И это была русская православная церковь. То есть счета русской церкви были используемы, по крайней мере, для финансирования и программы террора 11 сентября и других программ исламских экстремистов. Откуда у патриарха Алексея Второго вдруг ни с того ни с сего сотни миллионов долларов лишних денег, которые он просто перечисляет вдруг ни с того ни с сего. Ну, не лично он, но, я думаю, это не без его ведома. Вот его люди, используя счета московского патриархата, русской православной церкви, финансируют исламских экстремистов, негодяев, откровенных. Неужели эти лишние деньги вдруг вот так вот завалялись в московском патриархате? Друзья мои, и, конечно, когда информация об этом была опубликована в международных СМИ, в том числе, кстати, и в некоторых российских источниках тоже было это опубликовано. Даже в русских новостях по Первому каналу в утренних новостях это объявили. А в обед я вот уже позвал друзей, давайте посмотрим, уже это не сказали. То есть уже как бы наложили табу на эту информацию, хотя она есть по всему миру. И на сайтах, вот допустим, Конгресса США и Сената США можно всю документацию полностью скачать на английском языке. И там много источников перечисляются, то есть это доказанная информация, неголословная, доказанная. И несколько лет комиссии и юристы, и банкиры известные занимались расследованием этого большого финансового такого тоже террора. И я говорю эту информацию сейчас для чего? Для того, чтобы мы молились активнее. И я убежден, что покаявшись, многие служители православной церкви, они будут не источником проклятия для земли, а источником благословений. Там, где тьма, сидящая во тьме, тени смерти люди сегодня, завтра будет жизнь и жизнь с избытком. И Иисус есть свет. Аминь. Давайте встанем, друзья. Бог наш святой и праведный, Отец наш, Сущий, на небесах, во имя Иисуса. И я благодарю.